ассаляму алейкум мы в кишиневе столице республики молдова на улице очень холодно идет снег зачем мы сюда приехали хотим рассказать вам о том как живет мусульманская община этой страны еще несколько лет назад ислам молдове находился на полу легальном положении хотите узнать что изменилось смотрите наш репортаж история ислама в молдове насчитывает не одно столетие мусульмане на территории молдавского княжества появились в 15 веке в основном это были нагайцы крымские татары и турки позже княжество признало свою зависимость от османской империи а на юге бессарабии возникла буджакская орда подконтрольная крымским ханом часть этого исторического наследия утрачено но в некоторых населенных пунктах еще можно найти следы мусульманского присутствия немногие знают что небольшой городок кавшаны считался жемчужиной средневековой молдовы однако и этот населенный пункт имеет часть истории связанной с исламом в середине 18 века здесь находился ханский дворец из которого крымский хан осуществлял управление нагайскими ордами после долгого периода застоя и атеизма ислам практически утратил свое значение в стране одними из первых мусульман в постсоветской молдове стали приезжие студенты арабы я приехал 2001 учиться здесь и у меня русская группа была три человека мы были мусульмане остальные все молдоване даже были с нами евреи до 2011 года то есть у нас мы работали как сейчас работаем то есть мы имели своя мечеть мы молились тем не менее все это время ислам находился в стране на полу легальном положении требовали от нас чтобы мы официально зарегистрировались либо мы проповедуем неофициально ислам то есть в республике молдова во время переписи населения в республике в 2004 году мусульман даже не выделили в отдельную группу они были включены в графу прочей религии все это вызывало определенные проблемы у мусульман полиция то есть они делали проверки именно на джума именно на пятничные молитвы они приходили и всех проверяли досконально те кто приходит на эту молитву при посещении мечети если предъявлял фактически паспорты если то проход тебе был открыт когда мы делали пятничную проповедь то есть те которые выходили впереди и держали худба на какая-то речь была то есть они брали этих людей просто в участок для того чтобы оформить какие-то штрафы почему просто потому что вы нелегально проповедуете ислам 15 лет назад нас еще остановили на улице и спросили нас почему вы так ходите почему у вас платок и нам пришлось все это объяснить что мы мусульмане все удивлялись почему потому что разве бывают мусульмане в молдове я бы хотела чтобы люди тоже принимали нас такими какие мы есть если у женщины и желание таком вот так одеваться пусть она делает как и угодно то есть мы живем в свободной стране я считаю что нас люди прежде всего должны увидеть не женщину в хиджабе а личность вот это было давление на мусульман даже были мусульмане которые не приходили был такой случай когда просто официально закрывали и не давали чтобы мусульмане чтобы собирались мусульмане молдовы стремились узаконить ислам в качестве признанной государством религии но это было не так просто мы подали не один раз документы на регистрацию где-то три раза был отказ мы обратились в европейские органы всего бсе в разные посольства то есть жалобы о том что министерство юстиции молдова они не хотят нарочно не хотят чтобы регистрировать ислам в молдове по законам республики молдова должно быть не менее 100 учредителей то есть то членов которые формируют вот этот религиозный культ нас было больше мы создали все-таки это собрание то есть и официально но смогли в март 2011 году зарегистрировать ислам после этого жизнь мусульманской общины страны значительно активизировалась они поняли что наша работа это социальная работа то есть в обществе поэтому сейчас допустим вот последние три года четыре года то есть эти проверок их вообще нет наоборот у нас есть хорошие отношения с властями и мы построили этот диалог перед пятничной молитвой муфтий провел нам небольшую экскурсию по исламскому центру честь работает круглосуточно на магрибной еще люди собираются особенно какие-то программы нас в пятницу в субботу и воскресенье и по понедельниками среду средам когда ребята собираются какие-то уроки там проводится заходить просто такой маленький лекционный зал где мы проводим все уроки в этом зале мы собираемся проводим разные диалоги с другими представителями религии да какие-то межконфессиональный диалог мы проводим мы сидим общаемся обсуждаем несмотря на пятничный день в мечети сравнительно немного верующих это неудивительно вся исламская община страны насчитывает не более 15 тысяч человек для православной молдовы это капля в море где мы поднимаемся в другой лекционный зал и библиотека которая у нас здесь на второй этаж пожалуйста вот здесь смотрю оборудован как настоящий такой классический школьный кабинет библиотека тут разнообразная есть арабская литература есть на нашем на румынские языки то первый и второй этаж это все для лекционный зал у вас в основном лекциями здесь религиозные только либо вы даете какие-то общие вещи вы знаете у нас разные лекции даже если вы заметили у нас там в углу есть какой-то скелет ребята студента принесли для того чтобы делать какие-то учебы в плане медицины потому что многие учатся на медицине поэтому они изучают разные такие уроки связаны с их ним с их не профессии это то что вы видели это вот очень удобная библиотека для наших сестер особенно потому что здесь же находится второй этаж где наши сестры собирается для того чтобы прослушать пятничную ходбу молитву то есть делать и я вас приглашаю в этот маленький на второй этаже здание мечети кстати второй этаж очень удобный для наших сестер потому что они это могут наблюдать за нашими лекциями и худбами стране постепенно складывается новая мусульманская община состоящая из местных мусульман у нас самих молдаване мусульман я не знаю сколько может быть около двух тысяч человек как бы это и мужчины женщины дети есть очень много приезжих ребят с иордании сирии с палестины учатся студенты мы тоже мусульмане какую-то статистику насчет принять ислама мы не ведем но все по-разному да возможно в один месяц там 10 человек примут ислам возможно в другой месяц только один примет ислам это все зависит от того насколько люди хотят узнавать про ислам после экскурсии пятничной молитвы мы прощаемся с муфтием молдовы и едем дальше еще одна тенденция связана с расширением сферы халяль услуг с увеличением количества мусульман молдове вопрос халяльной еды стал более острым кафе кебаб хаус одну из тех заведений в кишиневе где мусульмане могут поесть вкусно быстро и недорого юсуф а в прошлом дима хозяин кафе но работает здесь наравне со всеми не ну это стандартно обычно приходишь открываешь и работаешь есть моменты где сложно или моменты как бы нормальная процедура мы готовим кебам на шорми ну там ингредиенты другие не идет рыбам без рыба и два вида лаваша появление этнических молдавских семей в которых и дети и родители исповедуют ислам одно из свидетельств развития местной общины но для них борьба за ислам начиналась с отстаивания своего выбора перед близкими он неофициально было не только в республике молдова был не официальных наших семьях оборона было это наш семья второй круг первые штыки на которых приняли круг общения он должен был отсеется просеется потому что ка все поменяли отношения от не рассматривали это как какой-то очередной бзык может быть как бы то есть это какое-то как увлечение это же не скроешь принять ислама не скроешь меняется же образ жизни во-первых женщина покрывается это сразу видно во вторых пятикратный намаз то есть ты не можешь это делать где-то в тайне скрываясь питание твое меняется да есть запрещенные моменты и родителям когда ты идешь в гости ты должен это объяснить но все изменилось общество его еще не вылечишь и по сегодняшний день я не знаю сколько нужно пройти стереотип больше присутствует у более взрослого поколения скажем сельских людей для которых религия что-то очень такое важное и как же ты предал свою религию вот эти слова звучат нас рассматривают как предателей государство гарантировало право выбора мы пользуемся этим правом говорим про нашу семью есть другие семьи которые сталкиваются с трудностями сталкивается с проблемами это не выходит на показ или на какой-то за пределы на информационный уровень то есть это будет дискредитация которая она есть она присутствует именно нельзя об этом не говорить а для нас это пока что вот на сегодняшний день так нормально альхамдулллахи рабилля амин арахмана раим маленький аминдин я к нам буду я к настоянь и где на сарат аль мастакин сарат лазина нам талагиб хайрим махдубе лихим валадалин амин то есть сейчас мы очень боимся правильно заложить вот этот фундамент с которым дети выходят за порог этого дома я очень переживаю за свою дочь которая пойдет в школу где надо будет тоже в пережить эти там какие-то насмешки какие-то упреки она уже отсюда от нас должна выйти и морально и может быть даже физически подготовленная таким столкновением воспитание детей можно разделить грубо на две части в семье формируется нрав формируется жизненные какие-то устои формируется стержень школу они ходят со всеми детьми они там получают багаж знаний дома мы им объясняем какие-то вот сути основные когда ребенок выходит на улицу он все равно уже делает выбор там сам смех ман рахим и на зале наху филе литиль кадр хвана адрак майлят улькадр я лето улькадр хайрам миналпишах тана зале малики отвару фига бизня рабби хим минку лямр по воле всевышнего хамду лилала на всем протяжении облегчал защищал нас это это было очень комфортно чувствовать эту опеку не со стороны вот близких со стороны всевышнего за те несколько лет которые прошли с момента признания ислама в республике молдова местная мусульманская община сделала большой шаг вперед и продолжает развиваться молдова давно была известна как страна с богатой историей неповторимым этническим колоритом и особым юмором и хотя православие является важной частью молдавской идентичности ислам продолжает органично вплетаться в жизнь этой страны дилер сайдах метов татьяна сучков и гений ладик специально для канала лиф республика молдова